Это Prime Time. И напомню, сегодня мы говорим на важную тему банкротства физических лиц. Почти 12 тысяч человек получили статус банкрота в Казахстане. Это, кстати, меньше 15% от всех заявителей. Общая задолженность на сегодня превышает 25 миллиардов тенге. Такие данные озвучили в Комитете госдоходов. Одна из главных причин отказа, говорят эксперты, отсутствие документа о проведенных мерах по урегулированию задолженности. В планах убрать требования в рамках соответствующего законопроекта. Документ на рассмотрение в Сенате. О том, как в Казахстане собираются минимизировать риски при кредитовании и защитить права заемщиков, в материале моей коллеги Анель Едель-Козе. Не выдавать кредиты казахстанцам задолженностью больше 90 дней, не подтверждать электронные банковские займы и онлайн-микрокредиты без биометрической идентификации и не выселять должников семьей из единственного жилья в отопительный сезон. Это основные новеллы документа. Одновременно предлагается ввести двухлетний мораторий на уступку займов коллектора. Законодательно исключаем ряд документов, которых физический человек не может найти. Мы их уже посадили. Законодательно они уже у нас принимаются. Поэтому, конечно, облегчили для физических лиц. Они могут просто подавать. Мы все это видим в том числе режиме и отправляем на банкротство. Вместе с тем, на законном уровне предлагается ввести понятие потребительского кредита, а также запретить их выдачу в случае, если сумма превышает 5 миллионов тенге для банков и 3 миллиона тенге для МФО. Поправки также затронули процедуру восстановления платежеспособности. Если на сегодняшний день процедуру восстановления платежеспособности нужно применить только тем гражданам, которые имеют просроченные уже более года долги, которые не могут оплатить до более года, то поправки улучшают эти нормы. И уже при поднякновении проблем с выплатой по своим кредитам, они уже могут обратиться за этой процедурой, не дожидая 12-месячного строка. То есть процедура урегулирования с кредитором, она в рамках процедуры восстановления платежеспособности уже может идти. Также, если ранее при процедуре восстановления платежеспособности было ограничение на выезд гражданина за рубеж, то эти ограничения сейчас сразу же снимаются. По словам специалистов, все эти меры должны значительно минимизировать риски прикредитования. При этом подчеркнули, казахстанцы должны помнить о последствиях и не воспринимать процедуру как акцию чедрости. Признанный банкротом человек в течение пяти лет не сможет получить заем, а также три года будет находиться на контроле. Касательно банков и МФО, конечно, не все банки и МФО приветствуют вообще работу закона о банкротстве. Почему? Потому что понятно, что списание этих долгов ляжет на плечи самих банков и МФО, то есть они будут вынуждены за счет своих резервов и провизий списывать на убыток задолженности банков, граждан. С другой стороны, если они за нескольких лет никак не решили проблемы с этими должниками, то, наверное, имеет смысл все-таки одобрить ему банкротство. Единственное, что, к сожалению, вот на данный момент упустили момент, мы его предлагали, и депутаты тоже активно озвучивали, я считаю, это был такой основной тоже необходимый фактор, установка возрастного ценза с 21 года до 63. В целом, с начала года в стране банкротами признали 3600 граждан. Общая сумма задолженности – порядка 9 миллиардов тенге. А на Илье Дельгазы Ерлана Урызбаев и Калини Сеппаев, 24КЗ.